Человек просто уникальный, потому что иметь такую энергетику, какую несет с собой этот человек, вы знаете, честно говоря, с ним всегда приятно просто пообщаться. Это потрясающий совершенно организатор, который может организовать, я не знаю, любой фестиваль, любую концертную программу, любую шоу-программу. Для него это не составляет никакого труда абсолютно. Просто очень добрый, очень приятный, очень умный, мудрый даже, можно сказать, человек, который привык отвечать за свои слова и делать то, что он умеет делать, глубоко профессионально. Очень отзывчивый, я благодарна его родителям, хотела бы, конечно, с ними познакомиться, сказать им спасибо, что воспитали такого замечательного, такого воспитанного, хорошего, замечательного человека. Я знаю, что этот человек никогда не подведет, он очень ответственный, очень такой вот как за стеной с ним, настоящий мужчина. Добрый день, уважаемые телевизионные работники. Что вы хотите, чтобы я сказал об этом интереснейшем человеке Артеме Александровиче Свистури? Я вам скажу, может быть много и может быть коротко одновременно. Во-первых, это мой друг. Во-вторых, это мой коллега. В-третьих, это, ну, неординарная личность, которая наворотила в этой жизни столько много, что мало себе как бы получила головную боль, еще другим создала. В-четвертых, да, это талантливый человек, талантливый во всем, как бы и в общении, и в поведении, и даже в творчестве. Потому что, естественно, ради его, как бы, инициативы и за его инициативой сегодня на этой сцене будет представлен вот седьмой раз уже музыкл в джазе, не только девушки. Что можно было бы сказать о нем еще как со стороны друга? Естественно, как бы, в нем есть такая черта, которая, ну, присуща людям творчества. Это недоделанность некоторая. Он очень много бросает работы на ходу. То есть, сказал, улетел, мысль пошла, вы давайте доделывайте. У него очень много, как бы, есть идей, которые вот витают в воздухе, наполняют и театр этот, и театр стук. Но нужен рабочий класс, который все эти бредовые идеи будет организовывать и будет реализовывать. Ну, а если честно, я его очень-очень люблю, очень-очень уважаю. Он действительно хороший человек, который заслуживает на то, чтобы его снимали на телевизор. Все наша жизнь-то гра, а люди в ней акторы. Так сприймав свит Шекспір. Если ты профессиональный актор, где гра, где жизнь? Это первый состав, вот, ребята, мы сделали мюзикл однажды в Николаеве. И большой такой, как бы, истории Николаевских театров, работы, это вот создавали на этой сцене в 2005 году. Это была основа, как бы, тогда. И потом уже в последующем, Танюшка тогда тоже, по-моему, стихи писала там для песни, тогда делали прессовочки. Но это так, ажиотаж был хороший. Там было, я уже не вспомню, ну, около 200 человек артистов точно было. Это все аматорские театры приезжие, Николаевские, мы их объединили в одну сюжетную линию. Артем, а как в мире шоу-бизнеса, как вы вообще вот остаетесь таким же светлым и позитивным человеком? Как вы в себе сохраняете это равновесие? Вообще грязи очень много и в любой сфере, в любой работе. Но нужно быть выше этих чувств и не поддаваться сплетням, каким-то разговорам, каким-то вот склокам, а оставаться человеком. И очень часто нужно уметь прощать. Прощать, если человек тебя обидел или какие-то расхождения, вот это мой принцип такой по жизни. Говорят, вот там, ты же, это же человек тебя подставил, подвел. Говорят, нет, надо давать всегда второй и третий шанс. Ну, бывает конфликтная ситуация, но шоу-бизнес – это такое громкое слово. Николаеве его просто нет, потому что в Николаеве есть вот как бы отдельная группа людей, которые занимаются как бы организацией, мероприятий, концертов. Но такой живой конкуренции, к сожалению, нет. В любом случае, мы все свои режиссеры своей судьбы. Значит, мы, может быть, где-то куда-то уходим в себя и закрываемся. А где-то нужно раскрыться и, наоборот, довериться людям. Ну, и, может быть, нужно оправдать того человека, почему он именно так поступил, почему не поступил по-другому. Ну, самое главное, что если тебе плюнули в спину, то, значит, ты идешь впереди. Роли в театре отошли, да, от ролей в театре? Да, да. То есть переключились на организаторскую работу, на административную, и это сейчас комфортно, да? Намного комфортнее, потому что, ну, как бы, ну, нужно совершенствоваться во всем. И, ну, если ты должен быть профессионалом, но профессионалом, пройдя вот определенный этап. Есть такая роль, которую вот вы играли, и которая что-то изменила в вашей жизни? Роль Деда Мороза, которая одна из первых, которая была создана. Вот самая такая запоминающая, потому что ты даришь волшебство. А вот вы влюблялись в тех, с кем играли какие-то роли? В образ или в партнера? В человека, да. Ну, приходилось играть чувство любви. Вот Света, сейчас она в Израиле, уехала. Это первая любовь моя, которую мы играли на сцене. То есть вы в нее по-настоящему влюбили как в человека? Да, 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 как в человека, как в девушку, как в потрясающего друга прежде всего, да. И, ну, чувство, которое, роль послужила дальнейшим отношением в жизни и в реалии. А есть роль, которая неудачная, от которой вот чувство и ощущение незавершенности какой-то, или неудовлетворенности, или не хотелось ее играть, но ее нужно было сыграть, потому что... Я думаю, нет. Я думаю, самая сложная роль была, жизненная роль. Я только начал преподавать в университете культуры в 2003 году. И я практики, я больше как бы режиссура массовых праздников, там, анимация, там, ну, еще. И мне дали сложный предмет, основы этнологии. Я тогда, помню, сидел как культоролог, как магистр культорологии, я сидел кропотливо, готовился к каждому предмету, рассказывая, и нехотя, нехотя приходил. И студент там сразу же говорил, ребята, я сразу вам говорю, это хороший предмет, его нужно знать, но... Очень много талантливой молодежи, которые не могут себя реализовать. Они боятся, думают, это нереально выйти на сцену, нереально там сделать в зале презентацию своей книги или что-то еще. А это намного проще, и самое главное, не бояться, не бояться, вот, как бы, работать и помочь этим ребятам, вот, реализовать свои возможности, свои силы. У каждого миссия, вот, может быть даже так, потому что у каждого человека есть своя миссия, которую он должен выполнить. Если миссия, ты начинаешь заниматься не тем, что ты должен, мне кажется, жизненные такие вот уроки, потом же тебя, ты натыкаешься, и ты понимаешь, ага, наверное, ты не туда пошел, или ты не в то русло. Ну, я думаю, что жизнь учит людей. А у вас есть страхи? Одиночество. Самый большой страх творческого человека – это быть одиноким. Когда в свое время там мечтал быть министром культуры, да, плохо тот солдат, который не мечтает быть генералом, ну, хотя, понимаешь, растешь и думаешь, что это все-таки временные должности, и это ничего, этот человек за год, за два не сможет сделать. И министр культуры номинально, будь он даже уникальным, универсальным человеком, ничего не сможет решить, потому что это целая система, система восприятия работы. Поэтому нужно по чуть-чуть, по крупицам изменять это. То есть столица страны культуры, будь в городе Николаевне. Конечно, да. Потому что министр культуры у вас, в принципе, уже здесь есть. Да, да, да. Самые дорогие люди – это действительно родители. Я спасибо, очень благодарен матери, отцу. Они всегда поддерживали меня, всегда понимают и всегда знают, что все мои, папа говорит, вот твои рабыни и зауры, ну, так считают мои проекты там культурные. Вот они, твои кредиты, ну, я же, приходится брать, чтобы реализовать, закрыть, это одна из таких проблем была. И он говорит, хватит, ты уже со своими кредитами, со своими изаурами. И родители помогают, они поддерживают это самое дорогое, потому что самые дорогие люди на планете – это родители. Чего не может помешать реализовать то, что вы себе наметили? Я думаю, нет, но единственный год, вот яркий пример, когда происходили события в 2014 году, мы были вынуждены отменить фестиваль и проведение по ряду причин. И мы сказали, фестиваль будет, ну, в 2015 году, да, мы его провели, но мы знали, что есть форс-мажоры, но которые потом, в последующем нужно все равно довести и до логического завершения. Очень приятно, что хорошие отзывы, и люди вспоминают Николаев как город театральный, Николаев город театральный. Мы в этом году даже создали карту, для меня было очень хорошее открытие. Вот Сергей Пискурев в Краевическом музее работает, мы снимем совместно с Юрием Любаровым, который краевед наш. Мы обозначили даже в городе Николаеве, сколько у нас было театров. Я фанат, я фанат этого дела, я ищу какие-то исторические факты, я хочу это донести. Да, 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 что это нужно, что это значимо, и что это в работе. Тех людей подтверждения, которые не верят, и которым нужны эти подтверждения, чтобы они в вас еще больше поверили. Да, 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 да. Ну, я же говорю, я даже не задавался вопросом, когда вот проходил мимо театра, и вот посмотреть здание, да, вот, я даже не мечтал, что буду служить в стенах этого прекрасного заведения. Красивое место работы. Потрясающе, потрясающе. А какое самое любимое место в театре? Вот место, где Артем Свистунь приходит, садится на две секундочки, перезагружается и дальше продолжается. Ну, самое главное, вот, не только в нашем театре давать, не только в театре, но и в целом хочу сказать, что, когда заканчивается представление, спектакль или какая-либо картина, ты чувствуешь праздник эмоций, и вот энергетика потрясающая зала, когда зритель ушел, и ты в самом зрительном зале. Вот шестой ряд у нас есть, потрясающий режиссерский ряд, и ты садишься, и вот ты еще до сих пор слушаешь эти аплодисменты. Особенно хороший спектакль, зал долго не отпускает артистов. Это такая эйфория и безумно признательна нашим артистам, потому что это колоссальный, титанический труд. Артист прожить жизнь, да, почувствовать это сквозь себя и донести это до зрителя, это многого стоит. И поэтому я преклоняюсь перед нашими артистами, которые действительно работают вот на таком уровне и на профессиональном уровне, потому что, когда приезжаешь в другие города, в другие страны, смотришь на исполнение и видишь, ну, честно говоря, халтура, да, вот как бы просто артист отбывает на сцене, то у нас люди живут, живут на сцене, проживают жизнь своих героев, и это чувствуется, что николаевские зрители очень приятны. А как вы помогаете не бояться зала и зрителя? Ну, первая тренинговая работа. Дальше, если когда-то просто подойдешь и возьмешь за руку, он уже успокаивается, человек, да, начинается внутренний мандраж или зажим какой-то, вот, или где-то вот так, стой здесь, взял за плечи, выходи и... И у человека получается? Да, получается, все, без проблем. Ну, так получилось, что я в втором действии выхожу, я уже настраиваюсь в антракте на роль, уже спокойненько, и выхожу уже на сцену в образе Озгода Филдинга третьего, так приоткрою тайну. И полностью проживаете это? Да, конечно, конечно. И вдвойне сложно, потому что тут надо показать уровень, мастерство ребятам, которые на сцене, да, и дать понятие, как бы быть в одной пряжке, в одном тандеме, вот, ну, немножко посмешить зрителя, потому что хочется все-таки комическая, хорошая роль, хороший образ, и в тандеме, вот, показать хорошую комедию. Закончился спектакль, закончилась роль. Шестой ряд, седьмое место, энергетика, сел, успокоился, проверил, что весь реквизит, что все было на месте, поблагодарил ребят, и потом спустился в зал, вот, чувствовал, что, да, этот проект состоялся, нужно творить дальше, создавать новое. Все, хорошо, Женя, подправить. Финал, финал, ставим точку, Артем, на сцену. Так, давайте посмотрим, сейчас прорепетируем с выхода ведущих микрофонов поставить о себе, прошли по тексту, вот, там. Виктор Леонидович! Виктор Леонидович, занавес закрывать или он вам нужен? Закрываем. Артем, напряжение организационное спало, сейчас роль, что происходит с настроением? С настроением я плавно отключаюсь от того, что было, и вот сейчас настраиваясь на работу, которая будет, да, отключаясь от административной, отключаясь от всего, и сейчас еще мысленно на сцене, чтобы вовремя ребята там все сделали, но я думаю, команда хорошая, Оксана Борисовна, помощник режиссера, справится, а сам режиссер на свете, это звук Дениска нашего, молодец, я думаю, что все будет хорошо. А вот момент, когда все-таки переход в роль, какой тумблер переключает? Я думаю, что антракт это будет тумблер, все, я отключился от административной части, я уже настроился, вот сейчас я переодеваюсь, готовлю, ну, выйти на улицу, посмотреть на небо, и все будет хорошо. А последний штрих будет, когда наша руководитель хора, Кружка Сью, наносит мне усики. Вот тогда полностью уже чувствуется настрой, чувствуется вот эта вальяжность, серьезность, вот, ну, и включается директор, включается артист. Артем Свистунь, майстер-перептілень, директор, актор, фанат своих идей, крукуйте решучи до своих мрій, просто люди, Ліста Миколаева. Эксклюзивная модель. Редактор субтитров А.Семкин